Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты От этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа На душу населения Слушайте по пятницам на радио Болтком, авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Мы действительно пытаемся контролировать климат Это утро на Болткоме, всем доброго утра Меня зовут Гоша Цеплов И мы сегодня, как было уже заявлено Связываемся с экспертом По этим важным вопросам Как раз таки будем сегодня говорить На тему климатических изменений И как они влияют на политическую обстановку Планеты в целом И вообще на активность широких масс У нас на связи Журналист, морской геолог Константин Рангс Пишущий журналист о науке Здравствуйте, Константин Доброе утро Приветствую Давайте поговорим об этих чрезвычайно важных вопросах Я думаю, что наша аудитория Тоже как-то эти темы Обязательно поддержит И давайте телефон прямого эфира Сразу огласим, чтобы у нас была обратная связь Можно до нас дозваниваться по номеру 67212-939 67212-939 У нас есть номер на WhatsApp Это 2006191 Пишите свои вопросы СМС присылайте на номер по WhatsApp 2-300-6191 Константин, ну собственно вам и слово Каким же образом климатическая ситуация на планете Вообще влияет на политическую жизнь общества Это чрезвычайно важно Как это связано? Ну надо сказать, что Начнем может быть с самого последнего времени Вот это лето Оно уже вошло в историю Как и лето С чрезвычайно яркими выступлениями Широких народных масс Тут без всякой иронии Это действительно массовые выступления Которые прошлись по всей планете Сейчас самое актуальное Это событие в Белоруссии Но чуть дальше стоит вспомнить Что, например, в тех же Соединенных Штатах В Портленде продолжаются Очень серьезные выступления Это вот все началось Вот с этого знаменитого Начало движения В начале лета было Black Lives Matter Жизнь черных имеет значение Практически параллельно Проходили очень серьезные выступления Очень большие в Гонконге И если посмотреть Буквально где-то на 5-6 числа То есть буквально в преддверии Белорусских событий Были очень мощные выступления Народные в Бейруте Но они были связаны С действиями правительства После знаменитого взрыва Одного из сильнейших Неядерных взрывов В современной истории И если список смотреть То становится просто жутко Получается, что Планету действительно лихорадит То есть то там, то здесь Происходят очень мощные выступления Которые зачастую подавляются С применением Совершенно непропорциональной силы И возникают вопросы о том Что происходит и с людьми Ну понятно, люди не просто так Выходят на улицу Но и что происходит И с представителями силового корпуса И с политиками Неужели они, как говорится Не представляют себе Куда все дело идет И вот это, надо сказать Что вот это вот явление Оно связывается многими учеными И я могу сделать акцент И на Соединенные Штаты Америки И на Западную Европу На Японию На других странах тоже Но первое это США и Западная Европа Которые еще лет 20 тому назад Начали говорить о том Что мы не учитываем Или плохо учитываем Именно тематические Ну а в широком смысле Природные факторы Которые приводят В конечном итоге К широким народным возмущениям И в конечном счете Это к катастрофическим Политическим явлениям Революциям, сменой власти Правительству, даже социального строя Вот, например 10 лет тому назад 10 лет Заметьте Это можно найти Допустим На страницах Журнала National Geographic Уже были опубликованы Материалы Под названием «Делает ли глобальное потепление Людей более агрессивным» Вот 10 лет назад Тогда заметьте Еще же, например Не было событий Со второго Майдана В Украине Не было Но вместе с тем Уже были данные О том, что Какие были явные конфликты Яркие конфликты На Ближнем Востоке Или, например В Африке Или в Юго-Восточной Азии То есть уже материал был Вот, американские исследователи В частности Из штата Айова Говорили о том Что, судя по всему Вот это самое глобальное Изменение климата Оно несет Очень большую опасность Именно в политическом смысле То есть С одной стороны Это Изменение физиологии человека Доказано, что да Когда человек Перегревается Он становится Более раздражительным Ну вот так Вот так вот Складывается физиология Каждый, кто стоял В пробке В жару Знает, что В пробке В жару Бесишься Больше Чем если бы ты стоял В пробке Но в холодную Зимнюю погоду Ну это факт С другой стороны Меняется экономика Вот, например Не будем ходить Десять лет назад Всего лишь Три недели тому назад Красный крест сообщил О огромных проблемах Которые охватывают Огромную территорию Вокруг Сердца Африки Озеро Ча Там Список Провинций Про которые Мы даже знать Не знаем Слышать Не слышим Но там Серьезные обстоятельства Связанные С изменением Климата Озеро Ча Сыхает А вдобавок Еще там Объявился Коронавирус И вот Все это вместе Приводит к тому Что местные Жители Фактически Лишаются Пропитания Они начинают Пытаться Мигрировать Это приводит К тому Что они Сталкиваются С другими Группами Населения Фактически Сейчас Идет речь О том Что там Уже Запредельный Градус Насилия И все Это дело Может закончиться В ближайшее Время Новой Войной Межоусобицей Фактически А появится Межоусобица Появятся Новые волны Беженцев В Европе То есть Собственно Говоря Казалось бы Все происходит Где-то Далеко От нас Но Но в конечном Итоге Конфликты Могут Вот таким Вот образом По принципу Фишек Домино Дойти И до наших Тихих Рубежей Ну в первую очередь Не к нам Люди Поедут В ту же Германию Вот например Европейские Ученые Об этом Уже Говорят Что Вот эти Извинения Климатические Которые Наблюдаются Далеко За несколько Тысяч Километров Где-нибудь Через год Вполне Ёкнутся Уже Здесь На территории Европейского Союза И в принципе Я буквально За минут Десять Вот такого Серфинга В интернете Нашел Из теле Одиннадцать Статей Самых разных Исследователей Которые посвящены Этому Важному Вопросу То есть Действительно Можно сказать Что Разными Способами Но вот эти Климатические Скажем Изменения Действительно Влияют На общество Влияют На общество Приводят К изменениям Очень серьезным И Они ухудшают Состояние Народных Широких Народных Масс А вот Неумелая Реакция На вот эти Изменения Или Нежелание Признавать Проблему Вот оно Как раз Через какое-то Время Приводит К тому Что Проблема Она Как бы Не решается По мере Ее поступления А она Приходит Валом И вот Вот уже Начинаются И широкие Народные Выступления Которые Выплескиваются На улице Которые Уже В свою очередь Уже Как скажем Отражаются В результате В виде Схваток Силовых Структур С этими Самыми Протестующими Это происходит Повсеместно И вот Как раз Я хотел бы Обратить Внимание Что В мировой Науке Сейчас Действительно Уделяется Очень большое Внимание Вот этим Долгоиграющим Процессам То есть Сейчас уже Начались Вот эти Вот первые Фишечки Начали падать И уже Сейчас Пытаются Предугадать А где же Будет Очередной Взрыв А вот То что Он будет Уже Практически Никто Не сомневается Константин Скажите Пожалуйста Не кажется Ли вам Что Виновата Во всем Система Политическая Потому что Заточена Она таким Образом Имеется Ввиду Капиталистическая Система Которая Достаточно На мой Взгляд Безответственно Подходит К эксплуатации Ресурсов Планеты И на это В общем-то Капиталисты Не очень Обращают Внимания Потому что Они озабочены Прибылью Сию Минутные А что Будет Потом Уже Не очень Важно И я Полагаю Что Подобная Реакция Масс Обычных Людей Она В общем-то Вполне Естественна Потому что Если Речь идет Только Об эксплуатации Земли И ресурсов Как можно Больше Получить Прибыли И никто Не учитывает Какие-то Человеческие Факторы Как люди Дальше Будут жить Мне кажется Что Вполне Естественны Происходящие Процессы Сегодня Имеется Ввиду Что вы Думаете Ну Надо Заметить Что Если Не смотреть На территорию Например Пост Советского Блока Я имею Ввиду И Восточную Европу И бывший Советский Союз Где К вопросам Экология Относится Так скажем Менее Внимательно То Например В той же Западной Европе Действительно Это Очень Важный Вопрос Там Они Просто Столкнулись С этим Раньше Они Помнят Еще Масса Людей Которые Помнят Как в детстве Они ловили Рыбу В Рейне А потом К Рейну Нельзя было Подходить На расстояние 15 метров Потому что Ядовитый Источный Канава И Европа А сейчас Тоже Опять Купаться И рыбу Ловить То есть У них Как бы На жизни Одного Поколения Они Увидели Можно Все Загадить И Можно Все Спасти Поэтому Там Естественно Очень Активные Зеленые Движения Смотрите Что Именно Объясняется Что Именно Забота О Месте Своего Нормального Существования Она Как раз И объясняет Их Политические Приоритеты Как вы сказали Что С одной стороны Нельзя потреблять Слишком много Зачем Покупать Лишнее Но Вся проблема До сих пор Заключается В том Что Какое-то Небольшое Территория Может Жить Очень Чисто Аккуратно Но Для того Чтобы Она Жила Чисто И аккуратно Она Должна Меньше Потреблять Но На самом Деле Происходит Не полное Уменьшение Потребления А происходит Изменение Потребления Ну Например Возьмем Какую-нибудь Условную Страну Икс Которая Отказалась Полностью От автомобилей Внутреннего Сгорания Ну Отказалась И отказалась Они Электромобили Но Где-то Эти Электромобили Должны Производиться Где-то Производиться Батареи А мы Знаем Что Например В Центральной Африке Эксплуатируют Детский Труд Где Добывают Ценные Полезные Металлы Буквально Вручную Добывают Дети И Работают Они Там На рабских Условиях Нетрудно Найти Массу И Это Не просто Допустим Какие-нибудь Там Маргиналы Про это Пишут Об этом Пишут Серьезнейшие Издания Крупнейшие О том Что Мы должны Понимать Как Добывается Сырье За так называемой Чистой Энергетикой Поэтому Здесь Вопрос Крайне Сложный Решение На него Какого-то Найти Невозможно То есть Прямо Так А с другой Стороны Хочется И поэтому А самое Простое Решение Это Взять И Приказать И Применить Какой-нибудь Декрет А в случае Не будут Слушаться Сил И вот Это Очень Важный Момент Например Возьмем Историю С ковидом В апреле Месяце Уже Писали Те же Самые Британцы Происходит Рост Внутрисемейной Агрессии То есть Люди Сидя У себя В квартирах Начинают Потихонечку Шизить Их Раздражает Все Даже Самые Близкие Любимые Люди Потому что Они Не в Поместьях Силят Знаете Меня Как-то Поразила Как Одна Дама Которую Я знаю Неплохо У нее Очень Хорошая Поместь Она Сказала Что Вот Она Сидит В Изоляции Понимаете Человек Который Сидит В Изоляции В Поместье Который Сразу Объехать Прудно Он Находится В совершенно Другой Психологической Обстановке Чем Человек Который Сидит В Квартирке Каких Каких 30 Квадратных Мет Вот Было Отмечено Британцами Что Растет На четверть Уже В апреле Вырос Вот это Вырос Уровень Домашнего Насилия Именно Тогда Говорили О том Что Неминуемо Уже К маю Июню Начнутся Выступления Людей Причем Выступления Не единицы А тысяч Десят Сотен Тысяч Человек Против Вот этих Агроковидных Ограничений Вот Казалось бы Люди Выступают Против Ограничений Которые Призваны Спасти Им Жизнь Да Но С другой Стороны Это Их Жизнь Это Фактически Тюрьма Они Не хотят Сидеть В тюрьме Они хотят Вырваться На свободу Но Есть Предположение Что это Все-таки Временное Явление И Как-то С этим Обстоятельством Наверняка Все-таки Человек Справится Уже В России Зарегистрированы Там первые Препараты Против Ковида И Надеемся Что как-то Ситуация Изменится В лучшую Сторону Ну Возьмите А допустим Ситуация Которая То есть В одних Странах Там зажали И народ Там более Менее Дисциплинированный Вот как В Германии Сидели Выполняли Правила В Финляндии Вот помнится Там не было Так жестко Но пожестче Чем в Латвии Но все равно Там народ Более дисциплинированный Выполняет Инструкции Вот У них сейчас Вот Даже не то что Инструкцию дали А совет Дали Входить В маски Ну и народ Выполняет Совет По мере Возможно А с другой Стороны Возьмите Вот Швеция И Белоруссия В этих двух Странах Не стали Вводить Жестких Ограничений Но если В Швеции Уговаривали Местных жителей Вести себя Аккуратно То президент Белоруссии И просто-напросто Начало Насмехаться Над этим Заболеванием Во время Как оно Развивалось И никаких Специальных Мер Не принимали И вот Получается Что если В одних Странах Люди Возмущались Мерами Которые Были Приняты То например В Белоруссии Люди Возмущались Отсутствием Мер Которые Помогли Им Справляться С этим Заболеванием Тут Возникает Сразу Вопрос В свете Нашей беседы А при чем Здесь Климат Потому что Климат Для всех Одинаковый Но Ученые О которых Я говорю Сейчас Они как раз Говорят О том Что Климат Это и есть В известной Мере Связан с Ковидом И с Развитием Нашей цивилизации На данном Этапе Есть вообще Предположение Что Есть вопрос Такой очень длинный В несколько сот лет Как мы живем Есть предположение Что Есть вопрос Конкретный Есть предположение Что как раз Вирусы появился В результате Тайни ледников Есть и такая версия Какие-то старые Замороженные Вирусы Они вот сейчас Будут выходить Как-то Активизироваться Может быть Это и есть Результат Безграмотного Отношения К природе Вообще Ну тут Можно сказать Так Что Более Вот мне нравится Это мое личное мнение Мне нравится Другая теория Что Наша Ситуация Вот на которой Мы сейчас живем Она сделала Сделала Возможным Извучайно Активное Передвижение Людей По странам И континентам Летают же Летали люди До сих пор Потрясающе Все небо Было В самолет С другой стороны Совершенно Грандиозное Но это как бы Часть этого Грандиозный Туризм Чего тоже Никогда Не было Но никогда Люди Так не летали Просто ради Своего Не перемещались Ради собственного Удовольствия И глобальная Экономическая Деятельность Люди Летают В командировку На другой Конец Планеты На совещание После чего Садятся на самолет И улетают Обратно Это сделало Возможным Перенес Вируса Так Как никогда Ран То есть Опять-таки Как вы говорите Экономическая Ситуация Создала Обстановку Создала Вот эту Почву Для такого Массового Распространения Вируса А в свою очередь Сейчас Когда стало Понятно Что для того Чтобы Как-то от него Избавиться Нужно Восстановить Границы Это естественно Стало вызывать Широкое Возмущение Очень большого Числа людей Посмотрите Какие были Демонстрации Потив ограничений В Берлине Там же Речь шла Больше чем О ста тысячах Человек Которые вышли Демонстрировать Своё Несогласие Вообще С какими Либо Ограничениями Здесь С этим самым Коронавирусом Поэтому Как раз Речь-то и идёт О том Что Существуют Такие глобальные Процессы Которые мы Очень плохо Можем отследить Условно говоря Событие Начинается Где-нибудь В Юго-Восточной Азии А заканчивается Оно Уже У нас И нам Трудно понять Какое Отношение К нам Например Может иметь Юго-Восточная Азия К тому Что произошло Сегодня А тем не менее И вот как раз Я хотел бы Обратить внимание Что вот Речь-то не идёт О том Что объяснять Что произошло О том Что Сейчас Всё больше И больше Идёт разговоров О том Что произойдёт В ближайшие годы И вот это То Что произойдёт Оно Ну прямо Скажем Не очень радует Потому что Несмотря на Все обещания На то Что появляются Вакцины По всему миру Уже всё Как бы идёт Весь вопрос Ещё в том Как это всё Будет действовать И как вы заметили Ведь могут появиться И другие инфекции И даже старые инфекции Могут обостриться Вот сейчас Говорят Появляются Новые штаммы Этой зимой Придут новые штаммы Гриппа А как мы тоже знаем Что грипп Тоже не сахар Особенно Для ослабленного Организма А уж Какой дикий Коктейль Произойдёт Если человек Заболеет И гриппом И ковидом Одновременно Вообще Предсказать Что делать В этой ситуации Вот скажите Константин Если мы будем Пытаться вернуться Всё-таки В поле Общественной Какой-то формации И вы говорили О том Что общество Сегодня Оно ведь Заточено На потреблении Мы видим Что люди Путешествуют Люди Производят И если говорить О потреблении То все Стараются Приобрести Как можно Больше И в результате Я так полагаю Что эксплуатация И природных ресурсов Она как раз таки Всё с этим И связана Потому что люди Хотят потреблять Как можно больше И никто не хочет Довольствоваться Малым Что в этом плане Нужно делать В рамках Понимания Общественных формаций Ну вот В том-то и дело Что с одной стороны Казалось бы Есть Рецепт Это нужно Вернуться Или точнее Перейти всем Массово К регулируемому Потреблению Говоря грубо По карточкам Как в Советском Союзе Карточка На телефон Новый Карточка На новый Автомобиль Карточка На новую Куртку На комплект Мебели На яхту Вернуться к тоталитарному К тоталитарной системе Вернуться Чтобы Можно было Планировать Потребление Уже Сверху Я правильно Ну она может быть Не тоталитарная В том смысле Она может быть Вполне Демократическая То есть люди Будут на честных Выборах Избирать парламент Который проголосует За то Чтобы условно говоря Люди могли бы Приобретать Те или иные Товары Которые будут Внесены В список Условно говоря Предметов Не первой Необходимости Вот В определенных Условиях Но это точно Уже будет Не капиталистическая Система Потому что мы знаем Что рынком Собственно Регулирование Капиталистической Системы Как раз Является Потребление Если убрать Этот самый низший Самый важный Слой потребителя То система Капиталистическая Рушится Что мы собственно И наблюдаем И в Америке Сейчас и в Европе А вот в дальнем Случае Ведь как раз Идет об этом И разговор Ведь когда Капитализм Расцветал На земле Было около Одного Миллиарда Человек А реальных Активных Потребителей Было гораздо Меньше Меньше 100 миллионов Меньше Гораздо Меньше И при этом Вот как например Два года назад Был очередной Доклад Римского клуба Там как раз Небедные люди Заседают Прямо скажем Они как раз Эти капиталисты Мыслители Они говорили Что тогда Рынок был В условиях Бесконечной Земли Бесконечных Ресурсов И тогда Капитализм Расцветал Превосходнейшим Образом Сейчас у нас Уже на повестке Дня 8 миллиардов Населения В одной Африке Два По-моему Даже больше И самое интересное Что большая часть Этого населения Теперь знает Что можно Жить хорошо Это ж Это ж Раньше Человек Жил В Африке В джунглях И понятия Не имел Ничего Например О телефонах И телевизорах Сейчас же Потрясающая вещь Например Я 15 лет назад Был шокирован Когда увидел Телефон Нокия Со специальным Приспособлением Для велосипеда Для его зарядки Рассчитанной На африканский рынок То есть Можно себе Представить Что сейчас Где-нибудь В Африке Вы можете Прийти на рынок Обыкновенный Африканский рынок И с помощью Телефона Расплатиться Допустим Животновод Скотовод Расплатиться С земледельцем Там за горшки Какой-нибудь С меди Через мобильные Телефоны У нас Этого Мы еще До этого Не дошли А они Уже К этому Пришли И они Прекрасно Знают Как можно Жить богато И хорошо И они Хотят Жить богато И хорошо Вот в том То и дело Что не просто Людей Стало больше Стало больше Потребителей Стало больше Людей Которые Хотят Потреблять И когда У нас Светочи Нашей Интеллектуальной Мысли Европейской Американской Начинают Говорить Что все Мы должны Теперь Экономить Мы должны Не покупать Лишнего Эти люди На Южная Африка Южная Америка Юго-осточная Азия Индия Они говорят Простите Вы в свое время 200 лет Пользовались Всеми благами Общества Потребления Они теперь И мы Хотим И вот Простите Но как Решить Этот вопрос Люди Хотят Потреблять И получается Что Можно сказать Да В развитых Странах Понимают Что нужно С этим Делом Что-то Делать С этим Потреблением А в Развивающихся Странах Возникает Естественное Желание О том Что мы Тоже Хотим Присоединиться К этому Празднику Покупов И вот Тут Уже Возникает Вопрос Они не так Когда говорят О том Что Вырубаются Сельва Или Тропические Леса Латинской Америки Но ведь Они же не Инопланетянами Вырубаются Они Вырубаются Местными Жителями Потому что Местные Жители Продают Эти Деревья И как Было В одном Замечательном Фильме Покупают На это Ящики Газировки Телевизоры Видео И модные Штуки Майки Там Шапочки И темные Очки Потому что Деревья Есть А что Им еще Продать Вот Дерево И продали Получили Приятные Интересные Вещи Когда Говорят Что У нас В Латвии Вырубают Тоже Леса И продают Его И потом Что Мы Покупаем Мы Покупаем Тоже Самые Разные Приятные Интересные Вещи Вот У нас Сегодня Открывается Еще Один Большой Уверен Что Туда Люди Поедут И будут Там Покупать Тоже Приятные Красивые Брендовые Вещи И что Там Они Будут Ходить И думать О том Какой Удар По природе Нанесла Эта модная Сумочка Или Вот Эта Курточка Конечно Жене Что Нужно Делать Может Надо Как-то Менять Психологию Человека Обычного Обывателя Чтобы Человек Понимал Что Он Живет Что Мы Связанной С вырубкой Лесов Где-то В Африке Потому что Действительно Все в этом мире Взаимосвязано И причинно-следственная Взаимосвязь Она существует Вот Вы как раз Сказали Ключевую вещь Об этом Просто нужно Говорить Например Знаете Как интересная История С пальмовым Маслом Пальмовое Масло Вроде бы Сейчас Особенно Если Посмотрели Вот Русскоязычный Ну Сектор Интернет Вот Как Какое Опасное Пальмовое Масло Вы посмотрите В Европе Его не употребляют И в Европе Борются Против его Употребления Потому что Оно Ну И хорошее Самое смешное Что в Европе Выпускается Огромная масса Продуктов Питания В том числе Печенья Всякие Прочие Вот С пальмовым Маслом Но дело Все в том Что борются Активисты Например В той же Британии Вот Не потому Что Пальмовое Масло Плохое 20 лет Назад Как раз Говорили Что оно Полезное Для здоровья Продавали В маленьких Бутылочках Дело Не в этом Дело Все в том Что Пальмовое Масло Выращивают Из Масляничной Пальмы Которую Высаживают На место Вырубленных Под корень Джунглей То есть Уничтожаются Джунгли Как Место Жительства Всевозможных Там Орангутанов Там Экосистема Самых Разных Животных То есть Уничтожается Весь тропический Лес На это Место Сажается Пальма Из которой Давят Масло И местным Жителям Честно Говоря Мне очень Жалко Всех Этих Самых Зверюшек Потому что Зверюшек Пользы Не было Никакой А вот От пальмы Есть масло Которое Они продают И на это Пальма И на эти Деньги Покупают То что Они видят Через интернет Через телевизор Они хотят И они начинают Себе Обустраивать Жизнь Так как Им кажется Хорошо Обустраивать Мы что Честно говоря Отличаемся От них Очень мало Чем отличаемся По психологии Мы Те же самые Потребители Но Но Даже самая Западная Европа Благодаря Вот этим Темственным Связям С колониями Благодаря Тому что Там много Людей из колонии Приехали Которые Как бы Неравнодушные К судьбе Зверюшек Они Снимают Фильмы Они об этом Говорят В эфире Об этом Говорят Известные Люди То что Сэрбрити И в результате У общества Формируется Понятие О том что Дело не в том Что масло Плохое Или хорошее Для здоровья Кому плохо Кому хорошо Дело относительно А в том Что ребята Потребляя Это масло Вы Губите Природу А природа Имеет Большую Очень ценность Потому что Вы может Даже там Уничтожаете Растения Которые Могут быть Прекрасным Лекарством Матрак Ну вот К примеру Самый Яр Поэтому Дальше Возникает Вопрос А чем Жить Должны Вот эти Люди Которые Сейчас Вырубили Джунгли Начинают Выращивать Пальмы А может быть Пусть они Не вырубают Джунгли А пусть они Там Разводят Что-нибудь Более Полезное Что не Приводит К гибели Этих Самых Зверюшек То есть Давайте Придумаем Давайте Им Поможем Но для этого Должно быть Общее Как скажем Настроение Что-то делать Вместе Поэтому Есть очень Хорошая фраза Я недавно Прочитал У российского Обозревателя Греоргия Бофта О том Что как выясняется Он говорит Мы об этом Забываем Что культура Она Впереди Всего То есть Если есть Культура Слушать Другое Мнение Сочувствовать Чужим Проблемам И вникать В эти Проблемы То в таком Случае Все вопросы Можно решить И без Всяких Конфликтов То есть Мы в принципе Должны Учиться И воспринимать Чужие Проблемы И искать Компромисс К сожалению Раньше Вот 20-й И 19-й Век Они Сформировали Такую Точку Зрения Что С той До Последнего Пан Или пропал Не может Быть Никаких Ни шагу Назад Ну в частности В том числе В идеологии К сожалению Сейчас становится Понятно Что у нас Стало Так много Что в принципе Эта идеология Должна Замениться Другой О том Что нужно Договориться Найти Между собой Какой-то Компромисс Что-то Какое-то Взаимовыгодное Решение Иначе Иначе Конечно Можно Погрузиться В упоительную Ситуацию Всевозможных Войн И конфликтов Но от этого Хуру Лучше Никому не будет Потому что Земля Она от этого Не распухнет Воды Не прибавится Лесов Не прибавится Земля Какая есть Такая осталась И очень большую часть Ее богатства Мы уже уничтожили Скажите Вот По вашим прогнозам Как вы считаете Есть у человеческого Сообщества Еще силы Не знаю Желаний Возможности Как-то найти Какой-то Вот этот Компромисс И прийти К какому-то Адекватному Решению Так чтобы В общем-то Мы не Исчезли Как цивилизация Земли Будучи Разрушив Собственное Жилище Ну мне кажется Есть И у меня Большая надежда На то Что Когда вот сейчас Должно уйти Старшее поколение С политической Ну Арены Да Вот Приходит уже Новое поколение Людей Которые Не Рассчитывают Решать Свои Задачи Именно Так скажем Только силовым Способом Всякие Люди Конечно Есть И Всякие Есть Но то Что появляется Очень сильное Новое движение Людей Которые Предлагают Именно Совместно Решать Задачу Независимо От того В какой Стране Вы живете На каком Языке Говорите Да Вот Это внушает Определенную Надежду Главное Успеть Потому что Изменения Происходят Со своей Собственной Скоростью А человек Он все-таки Меняется В этом смысле Как показывает История Достаточно Мед Поэтому нам Нужно Успеть Что-то Сделать Вот Понятно Что мы Даже Можем Сделать Но Успеть Пока Катастрофа Не Приобрела Очень Большие Штабы Я в этом смысле Полностью Солидарен С Биллом Гейтсом Который Говорит О том Что У нас Впереди Могут Быть Проблемы По сравнению С которыми Ковид Окажется Такой Полной Мелочи Я так понимаю Что То самое Движение О которое Организовано Было Гретой Тумберг Оно В общем Пошло На пользу На пользу Обществу В целом Люди Как-то Стали Задумываться И даже Не просто Люди Обыватели О политике Стали Прислушиваться К этой девочке На самом деле Это выглядело Достаточно Странно Особенно В начале И тем не менее Она Услышана Была Девчонка Шведская Мне кажется Что удар Еще был Очень сильный Вот эта Сама история Ковида Потому что Пока она Просто говорила И никто Не пытался Ничего Менять Это всем Казалось Что это Просто А что тут Говорить Мы все равно Ничего не Поменяем Да И никто Не хочет И не будет Ничего Делать Но когда Ударил Ковид И вдруг Выяснилось Что действительно Политики Это не обязательно Зажравшиеся Люди А люди Которые В общем-то Вполне Нормальные Человеческими Эмоциями Стараются Реагируют На эти события И хотят Спасти Людей Сделать Добро Для общества Вот Стало Ясно Что конечно Если появляются Конкретные Угрозы То В принципе Мы можем Мобилизоваться Ковид Показал Что да Мы Можем Мобилизоваться Везде По разному Прямо скажем Но В принципе Возможности Еще есть Наверное так Ну хорошо Спасибо Спасибо Константин Ну будем Надеяться Что прогнозы Все-таки Эти оптимистические Ну и Век потребления Хотелось бы Пожелать Нашим радиослушателям Сегодня в пятницу Не просто потреблять Или потреблять Как-то С умеренностью Разумно Разумно Чтобы потом Не было Мучительно больно Особенно в понедельник За Какие-то Потребления Слишком чрезмерные Ну хорошо Будем смотреть Следить за Ситуацией Развития Целиком Глобально Как-то В мире Спасибо за общение Еще раз напомню Что у нас сегодня В гостях В прямом эфире Константин Рангс Это морской геолог Журналист Пишущий о науке И сегодня мы говорили О климатических изменениях В планете Как они влияют На общество В целом В программе С названием Климат-контроль